Больше 700 заключенных вывезли из учреждений ВСИН в Брянской области за последние пять суток. Об этом пишет телеграм-канал Астра со ссылкой на источники. По их данным из СИЗО 2 в Новозыпкове вывезли 454 человека заключенных. 200 из них отправили в исправительную колонию 7 в Владимирской области, 250 в ИК-1 по Тульской области. Еще 263 человека, тоже заключенные, выехали из ИК-5 в Стародубь Брянской области. Их разместили в различные учреждения ВСИН в Тульской области. Так ли это? И главное, зачем вывозят заключенных? Непонятно. Поговорим об этом с Ольгой Романовой, главой фонда «Русь сидящая». Оля, здравствуйте. Добрый вечер. Зачем могут вывозить вот таким образом масштабно в таком количестве заключенных из прифронтовой территории? Это на самом деле же приграничные области. О чем это потенциально может говорить, как вы считаете? Вы знаете, самое первое перемещение такой массовых заключенных мы обнаружили в январе прошлого года, 22-го. И тогда перемещались заключенные из двух колоний, ИК-2 и ИК-12. Ростовская область тоже приграничная. И, собственно, мы думали, что, зачем, куда. Это было до войны, за месяц до войны. И было официальное объяснение начальников этих зон, вообще, и в СИН, что будет капитальный ремонт. Посмотрели на портал госзакупок. Очень странный был капремонт. Не закупали ни краску, ни кирпичи, ничего, а закупали сухие пайки. Когда началась война, мы подумали, что наверняка эти зоны отдают под военнопленных. Потому что, действительно, очень много зон освобождают под военнопленных. Это происходит и в центральной части России, и на Урале. И, действительно, в зоны очень часто отправляют тогда военнопленных. Но такие зоны выходят из-под управления ВСИН, а попадают в управление Министерства обороны. И если мы где-то видим зону, находим, которая по периметру охраняется не сотрудниками ВСИН, о военнополиции, то в этой зоне есть наверняка военнопленные. Но тогда с Ростова мы ошиблись. Потому что именно в этих зонах Ростовской области, ВК-2 и ВК-12, где закупались сухие пайки, там, как оказалось, через полгода туда стали отправлять завербованных заключенных. Я напомню, как и генерал Соболев, депутат Государственной Думы, что и ЧВК, частная военная компания, а главное, наемничество в России запрещено. И я так понимаю, что очень скоро начальники зон, откуда была произведена вербовка Вагнером, будут за это отвечать. И они это, на самом деле, понимали с самого начала. И в этих двух зонах Ростовской области проходила военная подготовка. Именно там тренировались заключенные. Вот две недели у них был достаточно такой жесткий тренинг. 1 февраля, с 1 февраля уже этого года ЧВК, Вагнер, нет на зонах. И там происходит, я по-прежнему не знаю глагол, это мобилизация, это наемничество или это что? Министерство обороны. Министерство обороны имеет право с 4 ноября прошлого года забирать заключенных на контракт. Ну, происходит заключение контрактов, окей. И до сих пор их отправляли фактически без подготовки на фронт, безо всякой подготовки. Поэтому я думаю, что вот эти две зоны освобождают именно для заключенных, для какой-то их начальной тренировки. А вот СИЗО, скорее всего, под военнопленных. Я хотела бы попросить у вас в комментариях вот этой вот истории про Соболева. Действительно ли в среде мобилизованных, может быть, вы что-то слышали про это, ЧВК Вагнер считается какой-то маной небесной, где, видимо, платят хорошо, или с обмундированием всё в порядке. Почему вообще возник этот слух о том, что мобилизованные стремятся в ЧВК? Вы знаете, мобилизованные стремятся в ЧВК, я бы сказала, вот так, волнами. Да, прошлой осенью очень всем хотелось ЧВК Вагнер, потому что деньги, потому что помилование, и потому что действительно обмундирование было лучше, чем и у мобилизованных. И, я бы сказала так, не то, чтобы было лучшее отношение, а был понятный язык. То есть заключёнными командовал, в общем, бывший заключённый Пригожин, который понимал правила игры. Потом всё изменилось с внесудебными казнями, и все расхотели идти в ЧВК Вагнер. А в январе, когда он предъявил первые партии заключённых, которые уже освободились, набор снова пошёл. И сейчас заключённые по-прежнему хотят к Пригожину, потому что давненько мы ничего не слышали о внесудебных казнях. Это, во-первых, память как у золотой рыбки. Этим отличаются многие россияне, ну, собственно, только россияне, но уже заключённые особенно. И самое-то главное, что популярность Пригожина, она растёт всерьёз. Я бы назвала её электоральной популярностью, если бы были какие-то выборы в России. Но она вот примерно такая. И растёт популярность среди маргинальных слоёв населения. Это вот такой вроде как свой мужик, который костерит власть, которому не нравятся начальники, кабинеты с красного дерева, их дети, которые там перуют и гуляют, а мы же подаваем сыновьёв, мы за них воюем. То есть он для очень многих воспринимается как свой, за которого вот не жалко пойти. Да, он сейчас очень здорово работает на собственной популярности. И она, правда, растёт.